Дарро, Майнер, с вами я Майнер, и как выполнен по названию ролика, это 16 серия мира биологии Альберта 11, мировая суша. В этой серии мы изучим обитателей деревьев низменных лесов. Мы изучим существ с сильным половым деморфизмом, существ, которые разрубают дерево, чтобы попить сока из сосудов, и охотников на этих самых паразитов. Ну что ж, готовьте бутери, заваривайте чаёк, присаживайтесь поудобнее, и мы идём в низменные леса. Видите эти порезанные ветки? А что если я вам скажу, что это сделала червь? Микта. Червь, которая питается сладкой жидкостью из сосудов дерева. Но каким образом микта делает такие порезы на дереве? А благодаря костным пластинам по бокам. Костные окончания вбиваются в дерево, прорезая таким образом сосуды, в которых сладкая жидкость, и микты эту жидкость высасывают. Само дерево от этого не сильно страдает и быстро восстанавливается. Кстати говоря, микта, которую мы увидели, была с женского пола. Ну а микты мужского пола выглядят вот так. И питаются они растительностью. Подобное явление, когда у двух полов есть различия, называется половым деморфизмом, и его довольно часто можно будет встретить на оазисе. Длина самки микты достигает до 23 сантиметров, а у мужской особи до 17 сантиметров. Когда яйца самки оплодотворены, самка прикрепляет их в порезы дерева. Дерево регенерирует эти порезы, и яйца прикрепляются, а верхушка яйца остается. Таким образом, яйца остаются целыми и невредимыми. На стволе дерева прячется опасный хищник, которого сразу и не заметить. Но если приглядеться, то можно будет распознать какие-то челюсти. Это челюсти еще одного червя, фуктрубии. Женские осли фуктрубии питаются плотью животных, а самцы растительноядные. Обитают самки фуктрубии в стволе дерева всю свою жизнь. Отгрызая куски дерева по мере увеличения, охотятся фуктрубии, выскакивая из норы с помощью мышц, хватая жертву мощными челюстями, которые называются фугалы. Фугалы – это просто хорошо развитые жужжевцы. Кстати говоря, испражняются самки фуктрубии из того же отверстия, что и едят. Длину самки фуктрубии достигают до метра, а самцы всего до полуметра. Выглядят, кстати, самцы вот так. И тут разницу между полами можно заметить колоссальную. Самцы имеют конечности и глаза, и чего у самок нету. И все это ради выживания. Дело в том, что рождаемость самок 60%, а у самцов всего 40%. Давайте посмотрим на жизнь фуктрубии. Все начинается с яйца, которое зарыто в дереве. Далее рождаются первые детеныши. На этой стадии уже видны различия полов. У самок на голове 4 жужжицы и 2 на конце, а у самцов всего 2 жужжицы на голове. Также самки длиннее самцов. Когда самцы еще немного подросли, они выходят из своих личиночных оболочек и съедают их. А потом идут есть растения. А самки продолжают расти и развиваться в самом дереве. Во время роста этих же самок могут съедать какие-то другие хищники. Из 100% самок выживают всего 13%. Во время роста личинки самцы питаются подкожным жиром. А самки личинки могут тоже есть жир, но при этом еще могут поедать кору. Как спариваются фуктрубии. Когда самки вырастают, самцы приходят к самкам и лезут им в рот. Да-да, в рот. Дело в том, что половые органы самок находятся во рту. Потому что никуда более самцы залезть не могут. Дальше самка думает, подходит ли ей самец, либо нет. Так сказать, жир сжигает калории и их нужно пополнять. Ну а когда самка выпускает яйца, самец их собирает и прикрепляет на себя. Далее самец переходит на другое дерево и закапывает яйца в дерево. Знаете, видя всех этих тварей на дереве, хочется сказать. Да прекратите вы уже издеваться над деревьями. И эти мучения останавливают этакие дрозды на оазисе. Рикерер делает отверстие в дереве и выклевывает паразитов. Длину самец Рикерера достигает до метра, а самка чуть меньше, 80 сантиметров. Конечно, Рикерер не сможет побороть взрослую самку фуктрубии. Но на меньших паразитов Рикерер вполне охотится. У Рикереров тоже проявляется половой деморфизм. У самцов на голове есть гребень для привлечения самок. А у самок, соответственно, гребня нет. У детёнышей половой деморфизм проявляется не сильно. У детёнышей мужского пола на голове есть небольшой наросток, который со временем вырастает в гребень. Детёнышей рождаются из живота, так как оставлять яйца довольно опасно. На деревьях есть и другие хищники, которые могут эти яйца съесть. А как там со строением тела? Раз существо выклёвывает паразитов, значит ему нужен длинный язык, чтобы их съесть. И у Рикереров это есть. Также есть вот такой язык, который хватает мелких паразитов. Сам язык достигает до 40 сантиметров. Ну что ж, друзья, надеюсь, что вам понравился ролик, надеюсь, что вам понравился мой проект. Если вам интересен мой проект и вы хотите увидеть больше о моём проекте, то я вам советую подписаться на мой телеграм-канал, ссылка в описании и в комментариях. Ну а с вами был тот самый Майнер, который снимает для вас Мир Белого Ельберта 11. И до новых встреч, Майнеры. Пока.